Русская аспектология занимается изучением русского глагольного вида, и с русским глагольным видом связано много разнообразных сюжетов. Я коснусь только некоторых из них. Вообще говоря, русский глагольный вид — это одна из самых трудных частей русской грамматики, и для иностранцев употребление видов составляет такую несомненную трудность, примерно такую же, как для русских составляет употребление артиклей в артиклевых языках. Но при этом я не буду говорить о том, как мы выбираем совершенный и несовершенный вид в таких трудных контекстах, когда можно сказать и то, и другое. А в основном буду говорить о понятии «видовая пара». Ну, всем известно, что все русские глаголы относятся к одному из двух видов — либо совершенному, либо несовершенному. В школе учат определять это по вопросу. Глаголы совершенного вида отвечают на вопрос «что сделать», а глаголы несовершенного вида на вопрос «что делать». Хотя, конечно, при этом возникают забавные конструкции, скажем, что сделал — умер. Это странное сочетание, но, тем не менее, грамматический вопрос и ответ безупречны. При этом надо заметить, что есть один глагол, а именно глагол «быть», про который бессмысленно спрашивать, к какому виду он относится. А кроме того, из некоторого педантизма надо упомянуть, что есть русские глаголы, которые могут употребляться и как глаголы совершенного вида, и как глаголы несовершенного вида в зависимости от ряда дополнительных условий. Ну, скажем, глагол «жениться». Я имею в виду конструкцию «жениться на ком-то». «Я женюсь» может пониматься и как будущее время, и как настоящее. В будущем времени это глагол совершенного вида, в настоящем – несовершенного вида. Но когда речь идет о том, что какие-то люди женятся, это только глагол несовершенного вида. В совершенном виде мы должны сказать пожениться. Так вот, я буду говорить о понятии «видовая пара» и начну с того, зачем нужно это понятие. Дело в том, что все явления, которые обозначаются глаголами, могут быть разбиты условно на три класса – состояние, события и процессы. Состояние – это просто что имеет место в мире, что мы можем наблюдать. Событие – это когда в какой-то момент было одно состояние, а в какой-то более поздний момент – другое состояние. Одно состояние сменилось другим. Вот это я буду называть событием. А процесс – это когда одно состояние сменяется другим, а то сменяется третьим, и так далее. Происходит непрерывная такая смена состояний. И русский язык устроен так, что глаголы совершенного вида предназначены для обозначения событий, а глаголы несовершенного вида для обозначения процессов или состояний. Например, ученик решает задачу, вот это некоторый процесс. Он приближается постепенно к решению. А может быть, и не приближается, а идет по ложному пути, но как бы то ни было, сменяются какие-то стадии этого процесса. А если он решил задачу, произошло событие, одно состояние сменилось другим. Задача была не решена, стала решена. Это такое непосредственное предназначение видов. Если человек что-то понял, это произошло некоторое событие, он не понимал, а теперь понимает. А вот понимает – это его новое состояние, которое возникло в результате этого события «понял». Но устройство русского вида таково, что в некоторых случаях мы обязаны, независимо от того, о чем мы говорим, употреблять глаголы несовершенного вида. Тут надо заметить, что носители русского языка легко различают глаголы совершенного и несовершенного вида не только по вопросам, но и по некоторым их формальным характеристикам. Скажем, будущее время у глаголов несовершенного вида образуется при помощи глагола «буду», «будешь», «будет» и так далее. А для глаголов совершенного вида – просто, ну, так сказать, обычной такой простой формой, без вспомогательного глагола. Например, «расцветет, но будет расцветать», «пойму, но буду понимать» и так далее. Тут существенно, что глагол несовершенного вида также могут сочетаться с некоторыми так называемыми фазовыми глаголами – начать, кончить и так далее. Он начал понимать. А глаголы совершенного вида с такими глаголами не сочетаются. Нельзя сказать. Он начнет понять. Иностранец может сделать такую ошибку – он будет понять или начал понять. Но носитель русского языка никогда так не скажет. Но вот в некоторых случаях, скажем, в настоящем времени мы вынуждены употреблять глаголы несовершенного вида, потому что глагола совершенного вида настоящего времени просто нет. Если в прошедшем времени мы скажем, человек вошел в подъезд, поднялся по лестнице, отпер дверь ключом, прошел в комнату и лег на диван, то если мы захотим говорить в настоящем времени, мы вынуждены все глаголы заменить на глаголы несовершенного вида. Человек входит в подъезд, поднимается по лестнице, отпирает дверь ключом, проходит в комнату и ложится на диван. Глагол несовершенного вида, который заменяет глагол совершенного вида, когда это необходимо сделать, называется видовым коррелятом и составляет с глаголом совершенного вида видовую пару. Но кроме повествования в настоящем времени, обязательно замена происходит, когда речь идет о повторяющихся событиях. Вот один раз человек решил задачу, а каждый раз ему давали разные задачи, но каждый раз он их легко решал. Легко решал – это, конечно, обозначение повторяющихся событий. Бывает, что у глагола несовершенного вида нет никакого другого значения, кроме, так сказать, парного к совершенному. Например, найти-находить. Находить – это то же самое, что найти, но либо много раз, либо по повествованию в настоящем времени и так далее. Бывает, что у глагола несовершенного вида есть еще какие-то значения. Уже не событийные, а значения процесса или состояния. Скажем, у глагола «решать» кроме событийного значения «находить решение» – вот найти решение много раз. Есть еще значение «пытаться найти решение», то есть значение процесса. И этот процесс должен завершиться событием «решить» в хорошем случае. Бывает, что соотношение между глаголами иное. Например, человек понял, а после этого понимает. Понимает эта видовая пара глаголу «понять», он легко понимает все с полуслова. Но после того, как он понял, он находится в состоянии «понимает». Бывает, что состояние предшествует событию. Скажем, человек куда-то опаздывает – это его состояние, у него мало времени. И закончить это событие может тем, что он опоздал. Но когда он сделал это несколько раз, можно сказать, он всегда опаздывал. И тогда это уже обозначает не состояние, а повторяющееся событие. Есть и иные более экзотические соотношения между членами видовой пары. Но для того, чтобы глаголы были членами видовой пары, повторяю, надо проверить, действительно ли глагол несовершенного вида может употребляться в событийном значении вместо глагола совершенного вида. Ну, разумеется, есть глаголы несовершенного вида, которые обозначают только процессы или только состояние или то и другое. Или иногда мы не можем это различить. Скажем, лампочка горит, но это скорее ее состояние, но в конце концов она перегорит. Поэтому это состояние, похожее на процесс. Свеча горит – это, конечно, процесс. Она постепенно уничтожается под действием огня. Вот такие глаголы являются непарными. Они не составляют видовой пары какому бы то ни было глаголу совершенного вида, потому что не служат для его замены. Вот в этом состоит понятие видовой пары, которая существенна для понимания того, как функционирует вид в русском языке. Кроме того, надо добавить, что носители русского языка замену глагола совершенного вида на глагол несовершенного, когда это необходимо сделать, то есть на его видовую пару, производят практически автоматически. Если человека попросить проспрягать глагол «дать» в настоящем времени, множество неискушенных людей скажет «даю», «даешь», «даёт» и так далее. Хотя это форма глагола несовершенного вида «давать». У глагола совершенного вида «дать» нет настоящего времени. Существенно, что разные видовые пары устроены по-разному. Отчасти я об этом уже сказал. Тем самым правильно понимать, каково соотношение двух глаголов совершенного и несовершенного вида в видовой паре можно только зная индивидуальные свойства каждого глагола. Носители русского языка овладевают этим автоматически в процессе овладения языком, а для иностранцев это составляет значительную трудность. И здесь большую помощь им мог бы оказать аспектологический словарь, в котором для каждого глагола совершенного вида указывалась бы его видовая пара, а для каждого глагола несовершенного вида, входящего в видовую пару, указывалось бы, какие еще значения, кроме событийных, он может иметь. Тут существенно, что если глагол употребляется в разных значениях, у него могут приобретаться разные возможности. Ну, скажем, если человек что-то потерял, то он каждый раз это теряет, и теряет может обозначать это повторяющиеся события. Это не процесс, который приводит к состоянию потери и несостояние, которое возникает в результате этого события. А если человек теряет сознание, то это некоторый процесс, в результате которого он может совсем потерять сознание. Ну, а в некоторых случаях конструкции более экзотические для глагола «терять» можно выделить по меньшей мере семь значений, на которых я сейчас останавливаться не буду. Тем самым аспектология является важным разделом грамматики языка, в котором есть вид. Вот вид, который устроен в точности так, как я об этом рассказал, это русский язык. В других славянских языках тоже есть вид, но устроен он во многом по-другому. А, скажем, во многих европейских языках вида в собственном смысле слова нету, но вместо этого есть изощренная система глагольных времен. Надо сказать, что в древнерусском языке тоже была система глагольных времен. Были аорист, имперфект, перфект, от которой сохранился только перфект, который используется как прошедшее время в современном русском языке. Но вот для того, чтобы понимать, как устроена русская грамматика, необходимо изучать русскую аспектологию. А кроме того, она может изучаться в типологическом аспекте, то есть в сравнении с другими языками, чтобы понять, как те значения, которые по-русски возражаются видом, выражаются в других языках, в которых нет вида. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!